Учебный курс Студенты, прошедшие его, будут сдавать экзамен И они получат диплом МГБИ Вот почему я не проповедую Я преподаю И между этими вещами есть большая разница Поэтому продолжим изучение послания Галатам Это наше второе занятие Вчера я должен был завершить введение Но я его еще не завершил Нужно сделать еще несколько вещей Во-первых, подвести итог Какое же было отношение Павла к Торе Затем мы поговорим об оппонентах Павла в служении И во-вторых, вывести резюме его миссии к язычникам И после этого мы перейдем к тексту послания Галатам Вчера на основании различных отрывков из книги Деяний И седьмой главы послания к римлянам Мы установили, что отношение Павла к Торе было очень позитивное Он утверждает, что Тора свята Тора духовна И Тора добра Он говорит, что не сделал ничего против Торы Или обычаев наших праотцов Он верит и проповедует только то, что было написано в Торе и пророках Павел использует слово Мозес, Моисея Вместе со словом Пророки В принципе, Моисей и Пророки означают Тора и Пророки Поэтому мы рассматривали эти отрывки в книге Деяний И сегодня я хотел бы начать с того, что апостол Петр говорит о Павле в своем втором послании Глава 3 Стихи 14 по 16 Я вам скажу, когда остановиться Стихи 14 по 16 Итак, возлюбленные Ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире И долготерпение Господа нашего почитайте спасением Как и возлюбленный брат наш Петр Поданно ему При мудрости написал вам Как он говорит об этом и во всех посланиях В которых есть нечто неудобо вразумительное Что невежды и неутвержденные К собственной своей погибели Превращают, как и прочие писания Давайте проанализируем этот отрывок Критикует ли Петр апостола Павла? Нет Говорит ли он ему комплименты? Да Он говорит очень ясно Возлюбленный брат наш Павел Поданно ему при мудрости написал вам Иными же словами Петр признает Что бы Павел не написал Он получил это от Бога Мудрость Павла Пришла от Бога И не со своей мудростью Павел пишет свои послания И еще Петр говорит Что Павел последователен во всех своих посланиях Это очевидно в 16 стихе Как он говорит об этом И во всех посланиях Во всех его посланиях Есть что-то трудное для понимания Почему послания Павла Трудны для понимания? Потому что Павел очень образованный Потому что у Павла был очень широкий кругозор И понимание Торы Павел, образованный муж Пишет эти послания Петр говорит Невежды и неутвержденные люди Превращают или извращают Слова апостола Павла Как и прочие писания К собственной своей погибели В чем состоит проблема? В апостоле Павле? Нет Проблема в Писаниях? Нет Проблема ли в посланиях Павла? Нет Единственная неправильность В посланиях Павла Это трудные для понимания вещи Проблема состоит в этих невеждах И порочных людях Которые перекручивают Извращают и изменяют Слова апостола Павла И они делают это К своей собственной погибели Итак, этот текст указывает на то Что неправильное понимание Посланий апостола Павла Существовало уже в его время Еще при жизни Петра И других апостолов Люди неправильно понимали Перекручивали Искажали слова Павла Уже в первом веке Было трудно понимать слова апостола Павла Это очень важное доказательство Это также доказательство того Что у апостола Павла Были оппоненты У него были враги И эти враги Злоупотребляли его словами Они перекручивали их Смущали других людей Словами Павла Это было уже в первом веке Давайте поговорим Об оппонентах Павла Это немного трудно Потому что мы не знаем точно Что это были за люди Давайте откроем Третью главу послания К филиппийцам И мы начнем читать С первого стиха Стихи 1 и 2 Один и второй И мы закончим Впрочем Братья мои Радуйтесь О Господи Писать вам о том же Для меня не тягостно А для вас назидательно Берегитесь псов Берегитесь злых деятелей Берегитесь обрезания Это не похоже на проповедь Христианских пасторов С протестантской кафедры С улыбкой на все 32 зуба Бог любит тебя Добро пожаловать Добро пожаловать в нашу церковь Они посчитают ваши бумажники Благословите Господа Павел еврей И израильтянин У него есть враги Которые разрушают работу Бога Проповедуют ложь И Павел относится к ним Как к своим врагам И врагам Бога И он называет их псы Злые деятели Это очень серьезно Потому что мы не играем в религию Мы имеем дело с душами людей С их жизнями Их вечностью С тем, что находится в глубине небес И мы никогда не должны играть с этим В этом не должно быть никакой политики Никакого компромисса Мы говорим об истине И если люди перекручивают истину То тогда мы должны относиться к этому Так же, как и Павел И чтобы определить, что же это за люди Мы должны глубоко проанализировать фразу Берегитесь обрезания Это очень серьезное обвинение Для того, чтобы понять эту фразу Необходимо возвратиться к концу Послания к Галатам Поставьте закладку в послании к филиппийцам Поскольку мы еще возвратимся к этому В шестой главе послания к Галатам Павел разбирается с аналогичными проблемами Мы прочтем 12-13 стихи Шестой главы послания к Галатам Желающие хвалиться по плоти Принуждают вас обрезываться Только для того, чтобы не быть гонимыми За крест Христов 13-й стих Ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона Но хотят, чтобы вы обрезывались Дабы похвалиться в вашей плоти Чтобы понять это И почему Павел говорит Берегитесь обрезания Поймите, что у еврея Нет выбора обрезываться Или не обрезываться Почему нет? Никто его не спрашивает Обычно это ребенок 8 дней от роду У него нет выбора Они дают ему немного вина Обрезывают его Дают еще немного вина Вот и все Он не принимает решения У него нет выбора Его родители решают вместо него А кто принимает решение Сделать обрезание Кто хочет это сделать Обычно это не еврей Который хочет обратиться в иудаизм Его обрезывают В соответствии с его решением Согласны с этим? Понятно это? У евреев нет выбора В отношении обрезания Если честно Если бы меня спросили Хотел ли я быть евреем И жить в Израиле То я бы сказал нет Я бы предпочел быть швейцарцем У Швейцарии намного приятнее соседи Точно лучше чем арабы Никто не спрашивал меня Меня держали Обрезали И шалом Израиль Поэтому когда Павел говорит О людях Которые желают обрезаться Кто принимает такое решение Кто хочет этого Он говорит о неевреях Потому что у евреев нет выбора Обрезание им делают Еще в младенческом возрасте Понятно это? Поэтому какую же проблему В соответствии с 6 главой послания Галатам Вы люди сделали Вы кто поощряет Других делать обрезание И причины которые даны в 11 и 12 стихах Извините в 12 и 13 Причины просты Первое Похвалиться в плоти Видите я тоже еврей Я тоже еврей Вот что означает Хвалиться в плоти Вторая причина Которая намного серьезней И трудна для понимания Это избежать гонения за крест Христов О чем он говорит? Он говорит о римском законе Под названием Минья Этот закон не под таким названием Но все же еще существует Во всем Ближнем Востоке Государство Израиль все так же функционирует по такому принципу У нас свобода вероисповедания Что означает свобода вероисповедания? Вы можете верить во все что хотите Верьте в Моисея, Будду, Иисуса, Мухаммеда В кого угодно Но религиозная структура существует только внутри вашего сообщества Внутри вашего признанного сообщества И вы не имеете права пересекать эти сообщества Вы не имеете права евангелизировать Это не нарушает закон В Израиле Но вы не можете евангелизировать И оставаться в рамках вашего сообщества Если вы еврей То ваша духовная жизнь находится под юрисдикцией раввинов Если вы мусульманин То за вас ответственны Кади Они вас женят Они вас хоронят Внутри вашего религиозного сообщества Непозволительны новые религии Единственные признанные религии в Израиле Это те, которые существовали в 1948 году Когда был основан Израиль То же происходило и в Риме В Риме существовал закон Религиолисит О легальных религиях Какие религии были законны? Религии народов, которые завоевал Рим Были законными в этих странах Евреи могли оставаться евреями Греки могли быть греками Сирийцы могли быть сирийцами Однако новые религии не позволялись Поэтому, когда неевреи Уверовали в Иисуса То римляне преследовали их У нас есть так много доказательств этого Я упомяну только некоторые из них Эдикт Клавдия Кажется, от 56-го года Где Клавдий заявляет Возникают мятежи под руководством человека По имени Христос Или Хрэстос Как написано в документе В которых виновны евреи Что это означает? Когда шла проповедь об Ешуа Люди принимали его и было пробуждение То это привело к проблемам в самом городе Рим Затем письмо Плиния Которое он выслал императору Тригеанусу Он говорит Что мне делать с этими христианами? Они виновны в трех грехах Первый грех – каннибализм Второй – ненависть к человечеству И третий грех – атеизм Почему Плиний, правитель над Ближним Востоком Сказал такие слова о христианах? Каннибализм Они слышали, что христиане благословляют хлеб И говорят Это тело Ишуа Мессии Это чаша кровь Мессии Каннибализм Второй грех – ненависть к человечеству Сам Плиний объясняет Они не позволяют своим дочерям выходить замуж за кого-то, кто не принадлежит к их группе Они не смешиваются с остальным миром Третий грех – грех атеизма Третий грех – грех атеизма У них нет богов Потому что у каждого в греко-римском мире было много богов У них были статуи их богов Каждый знал, какой у них бог Они были видимы У них была история У христиан не было идолов Поэтому они были атеистами Потому что они не признавали Зевса за бога Афину за богиню Посейдона или другого какого-либо бога Поэтому Плиний спрашивает Ригиануса, что он делал Итак, что эти язычники делали в церкви Они обращались в иудаизм Чтобы избежать гонений Вы еще со мной? Если вы можете сказать «Я еврей» Тогда вы попадаете под действие закона Миния внутри еврейского сообщества Потому что вы не принадлежите к новой религии Вы являетесь частью общины в Израиле И вам позволительно быть евреем Вот почему люди обрезывались Это была большая проблема Потому что в 13 стихе говорится Хотя они были обрезаны и обращены в иудаизм Сами они не соблюдают Тору закон Позиция Павла Исходя из 5 главы послания к Галатам Если вы обрезались То вы обязаны соблюдать всю Тору Почему? Даже в наши дни Я никогда не давал клятву соблюдать или не соблюдать Тору Я никогда никому ничего не обещал Я еврей, потому что мои родители евреи И когда меня обрезали, я не давал никаких обещаний Но если придет язычник и захочет обратиться в иудаизм Когда он войдет в воду Для погружения Миг выкрещения То его слова Перед тремя свидетелями Они локеях алацми ол тора у митцвот Являются клятвой Перед людьми и перед Богом И если вы даете клятву То вы обязываете себя И когда вы берете на себя обязательства При своем уме и в свободной воле Или же другими словами Психически с вами все в порядке Тогда вы отказываетесь от выбора принять благодать И во время Твилы Раввины попросит вас дать обещание Так что вы возложите на себя бремя торы и митцвот Так что вы возложите на себя бремя торы и митцвот Поступив так Вы отдадите право принять благодать Потому что вы пообещали соблюсти всю тору и митцвот Потому что вы пообещали соблюсти всю тору и митцвот И это Павел говорит в 5 главе послания к галатам Во втором стихе Вот я, Павел, говорю вам Если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающемуся Что он должен исполнить весь закон Помните, я сказал вам вчера, что вы должны обращать внимание на местоимение Какое местоимение используется здесь? Вы Если вы позволяете себя обрезывать Еврей не позволяет, чтобы кто-нибудь обрезал его Помните, я сказал вам раньше, никто его не спрашивал Поэтому должно быть Павел говорит о неевреях Которые принимают решение сделать обрезание Поэтому для таких людей Машиах не представляет никакой ценности Потому что они взяли на себя обед соблюсти тору и митцвот Всю тору и митцвот Вот о чем говорит Павел Поэтому если мы возвращаемся к посланию к филиппийцам Филиппийцам 3 глава 3 стих Он говорит Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом и не на плоть надеющиеся Обратите внимание Есть вы, которые позволяют обрезывать себя И мы, которые есть обрезание Мы бней хамила Мы бней хамила Мы поклоняемся Богу Духом Мы хвалящиеся Иишуа Хамашиах И не надеющиеся на плоть Я хочу, чтобы вы поняли эту фразу Что значит не на плоть надеющиеся? Мы евреи У которых была Тора на протяжении четырех тысяч лет Мы знаем, что мы за народ Мы знаем, насколько мы слабы Мы знаем, кто вылил золотого тельца Мы знаем, кто был в изгнании дважды Мы знаем, о чем говорит апостол Павел в пятнадцатой главе Деяний Ни мы, ни наши праотцы не могли соблюсти Тору Это не то, чтобы мы не хотели соблюсти Тору Просто мы не были способны Есть очень интересный мидраж в Иерусалимском Талмуде В трактате Сука В трактате Сука Страница 52b Там написано следующее Когда умирает даже злые помыслы Это и нас В человечестве Каждый будет плакать Талмуд сразу же спрашивает Почему праведники должны плакать? Праведники должны радоваться Злые помыслы умерли Мы освободились от зла Аллилуйя! Но они посмотрят на злые помыслы И скажут Как мы вообще преодолеем настолько великую и высокую гору? И потому Почему злые люди плачут? Они посмотрят на злые помыслы и скажут Как настолько тоненькая полосочка Как волос Яхута Ясе Ара Может причинить так много проблем нам И мы так часто спотыкались о него Поэтому каждый плачет Такое же отношение Такое же отношение мы имеем к Торе Евреи Которые приняли Тору на горе Синай Не были способны соблюсти ее И история доказала это История всей Библии Это история нашей слабости Нашей неспособности Исполнить волю Бога Почему Бог послал пророков? Что сказал Исаия? Сказал ли он О, замечательный, набожный народ Послушный и любящий один другого Посмотрите, какой у нас талантливый народ Все они праведные Ходят в свете Нет среди них воров Нет блудниц Нет обманщиков Весь мой народ ходит в Божьей праведности Это ли говорил пророк? Нет Мы не были так праведны Мы не были настолько хороши И мы не были настолько послушны Когда была Тора С Торой И даже с самим Моисеем Который вывел нас из Египта 40 лет в пустыне Ведомые Богом Вкушая и выпивая чудеса Каждый день Пив воду из камня Вкушая ману с небес Помогло ли это нам? Помогло ли это нам? Мы каждый день и каждую ночь не слушались и роптали против Бога Мы должны это помнить И церковь должна это помнить И церковь должна это помнить О Бог, пошли нам чудеса Пошли нам огонь с неба Сами по себе чудеса не помогают Ни одно другое поколение не видело так много чудес Как поколение, вышедшее из Египта И 40 лет странствовавшее по пустыне Каждая туфля была чудом Каждая рубашка была чудом Потому что сказано, что 40 лет их обувь и одежда не обветшала Все, что они ели Мне все равно, будь то манна бургер или манна пицца Это было чудо Каждый шаббат был чудом Это не помогло им Почему? Чего не хватало? Так это веры В 4 главе послания к евреям сказано, что они очень много исполняли волю Бога Соблюдали заповеди, но без веры Поэтому это им не помогло Тора не помогла им Да Она стала камнем преткновения Мы должны это помнить Этот исторический факт Очень интересная глава 20 глава Езекииля Когда Бог говорит Все, я решил, сотру этот народ с земли Прикончу их Но потом Он говорит Нет, помилуй их ради Моей милости В пустыне Когда они искушали Бога В пустыне Когда они роптали и говорили Возврати нас в Египет Не хотим, чтобы наши могилы были здесь В Египте есть могилы, хотим умереть там Египет славился могилами Пирамиды до сих пор стоят Пирамиды до сих пор стоят Тора Тора сама по себе во всем своем величии Доказательство Благодати Бога Христиане думают Что в Ветхом Завете не было благодати Это абсурд Если вы хотите узнать, что такое благодать То посмотрите, как Бог относился к израильскому народу на протяжении всей истории Это все благодать Поэтому ответ Павла Своим оппонентам Мы Еврейский народ Мы Истинное обрезание Мы Поклоняемся Богу в духе Мы Слава в Иешуах Амашиях Нам не надо доказывать, что мы евреи Нам не надо носить наше еврейство, чтобы каждый видел его Это естественно Это естественно И мы И мы Не полагаем надежды на плоть И он продолжает в 4 стихе Хотя я могу надеяться на плоть Помните Это ответ его оппонентам Если я скажу другому еврею Я обрезан Он ответит Я тоже обрезан Какая между нами разница? Никакая Для кого этот довод обоснован, если я скажу Я обрезан на восьмой день? Только для тех, кто не был обрезан на восьмой день Вы понимаете? Для кого обоснован довод, если я скажу Я из колена Вениаминова? Для кого обоснован довод, если я скажу Я из колена Вениаминова? Для того, кто не из колена Вениаминова Кто не принадлежит ни к одному из колен Вы понимаете? Исходя из этого мы узнаем, кто эти были оппоненты Скажу вам Вы можете прочесть 20 комментариев на послание к Галатам То это простое учение Вы не найдете Потому что большинство теологов Игнорировали этот факт Кто был оппонентом апостола Павла Они открывают вторую главу послания к Галатам И говорят Пришли некоторые евреи из Иерусалима от апостола Иакова О, оппоненты апостола Павла были евреи Они заставляют обрезываться Это не так Евреи не заинтересованы В обрезании язычников Да, были некоторые секты в первом веке И даже в наши дни Которые хотят обращать язычников в иудаизм Но иудаизм в целом не проявляет такого интереса Если язычник придет к раввину и скажет Я хочу стать евреем Он спросит Почему? Тебе не обязательно быть евреем Ты можешь спастись Ты можешь быть праведным Ты можешь угодить Богу Даже будучи не евреем Тебе не обязательно быть евреем Тебе не обязательно становиться евреем Чтобы спастись Не обязательно быть евреем Чтобы угодить Богу Не обязательно быть евреем Чтобы принять благословение Бога Не обязательно быть евреем Чтобы Бог услышал твои молитвы Не обязательно быть евреем Чтобы Бог услышал твои молитвы Это всегда было правдой. В Торе несколько раз упоминается, что Тора будет единой для тебя и пришельца в твоей стране. Третьей книге царств. Соломон во время посвящения храма говорит язычникам, любой человек из любого народа, любого цвета кожи, это я прибавил здесь цвет кожи, придет на это место и воззовет Господу, и ты услышишь их молитвы и ответишь. Вот почему в храме Соломона двор язычников самый большой двор. Мы должны это знать. Поэтому Павел остается полностью верным еврейскому закону Торе, когда он учит язычников, что им не нужно обрезываться. В талмудической литературе есть несколько историй, которые очень хорошо это иллюстрируют. Известна история у язычники, пришедшим к Шамаю, одному из начальников Синедриона. И он попросил его, расскажи мне всю Тору, стоя на одной ноге. Язычник хотел обратиться в иудаизм. Шамай взял свою палку и выгнал его. Вам не обязательно быть евреем, чтобы спастись и быть праведным, даже в соответствии с современным ортодоксальным иудаизмом. Вы должны это знать. Поэтому оппоненты Павла – люди, которые приняли обрезание по собственному выбору, которые хотят славы в плоти, которые хотят иметь уверенность в плоти. Павел говорит «Хорошо, вы хотите сравнения?» Давайте проверим мои рекомендации и ваши. Я был обрезанный на восьмой день. Я израильтянин из колена Вениаминова. Еврей из евреев. В отношении Торы я фарисей. По ревности гонитель церкви. И в отношении праведности в соответствии с Торой. Я цадик. Я безупречен. Я без вины. Эти доводы показывают нам, кто был его оппонентом. Они не были обрезаны на восьмой день. Они не были из колена Вениаминова. Они не были израильтянами. Они не были евреями. Они не были фарисеями. Они не были праведны в соответствии с заповедями. Это его оппоненты. Поэтому, когда мы читаем послание к Галатам, то мы должны это помнить, так как это является ключом к пониманию послания к Галатам. Враги апостола Павла не евреи. Это язычники, которые стали христианами и обратились в иудаизм. И затем они говорят, знаете что? Павел не учит вас всей истине. Истина в том, что вам необходимо соблюдать все заповеди, и вы должны обрезываться и стать под бремя Торы. Вот вся истина. Павел говорит, что вы приняли благодать от Бога. Это ложь. Нет такой вещи, как благодать. Я встречал этих людей здесь в Бразилии на прошлой неделе в Виктории именно таких людей. Один парень стоял сзади всего собрания. И когда я сказал о благодати Божией, он сказал, в иудаизме нет благодати. Благодать это христианская доктрина. Мистер, вы полный идиот. Потому что если есть какая-либо благодать в мире, то она пришла от Бога Израиля еврейскому народу на протяжении всех этих веков. Почитайте вторую главу Осии. Сравнение Израиля с проституткой. И Бог помиловал ее. И до сих дней. Почитай, о чем мы молимся по Сидуру. Отец наш и Царь наш, даруй нам благодать и спаси нас. Каждый еврей молится этой молитвой в синагоге. А ты говоришь, что мы, как евреи, не верим в благодать? Как ты думаешь, Царь Давид спасся? С соблюдением десяти заповедей? Он нарушил восемь из десяти заповедей. Я не могу соревноваться с Давидом. Может быть, завтра у меня получится лучше. Вы понимаете, он нарушил восемь из десяти заповедей. Он солгал, украл, совершил прелюбодеяние и убийство. Он домогался жены своего ближнего. Не почитал своих родителей. Нарушил шаббат. Как ты думаешь, он спасся благодаря своему послушанию? Царь Давид молился Богу, дай мне свою благодать. Не забери от меня своего Святого Духа. Та же опасность, которая существовала в первом веке, существует и в наши дни в мессианском движении. И Павел делает особый акцент. Яшуа Хамашиях. Все во всем для всех нас. И без Яшуа никто, ни еврей, ни язычник, ни Тора, ни Коран, ни Баптистская церковь не могут спасти нас. Яшуа Ешуа Единственный Спаситель. Давайте сделаем перерыв. Аплодисменты. Продолжение следует.